Всем привет, с вами Аперетта и это шоу Давай Разденемся. Это что, шутка? Я здесь ведущая. Так, выгните её. А этот момент, смотрите, с плёнки программы. С вами Спектр Вундергейст и это шоу, где каждый найдёт свою любовь. Сегодня к нам пришёл Дьюз и он пришёл к нам в линзах. Откуда вы знали про линзы? Мы знаем всё о наших участниках и даже больше, чем нужно. Дьюз Гаргон – личность, увязшая в любовных треугольников. Поэтому он и пришёл на нашу программу, чтобы найти нормальные отношения. У него есть хобби – рок-музыка. Также он обожает домашних животных, но последнего своего любимца он постирал вместе с носками. Также давайте не забывать, что у него есть сестра. А участниц, по-моему, уже не нашлось. Вообще-то мы ведущие. А почему все ваши отношения заканчивались любовными треугольниками? Потому что я неотразим. Поэтому вы и пришли без друзей. А я не один. Со мной Дью, Дук, Юс и Дерек. Теперь, когда мы знакомы с вашими друзьями, то можем познакомиться и с нашими участницами. Барбара абсолютно не имеет своего мнения и идёт на поводу у двух дамочек из программы «Стерите это немедленно». А также эгэгэгэй. Подожди, это не Барбара, это Барбариска. И она просто идеальна. Вы видели её, вы видели её макияж, вы видели её одежду. Она идеальная невеста. Там как бы, ну, я так вот, ну, и мы с собой вот так, как бы. Ну ты что, даже поздороваться не можешь, мямля. Ну ладно, научила одеваться, научу и знакомиться. Привет, я Балета, а это моя подруга Барбариска. Ну что, тебя ноги не держат, пойдёмте в студию. Можете не прикрываться, мы все знаем, что вы истерите это немедленно. Наш план провалился. Барбара, зачем мы одели в свадебной пати? Чтобы жених знал, что у нас серьёзные намерения. Или это всё цирки, и у героев так и не будет свадьбы. Пожалуйста, слезьте со стола. Я могу вам помочь. Лапы убери. Может, участница хочет сказать сама что-нибудь? Эм, ну, тогда всё понятно. Давайте перейдём к сюрпризу. Какому сюрпризу? Прошу на сцену. Так, Кэти, ты бряка что-нибудь в попад, не в попад, не без разницы. Ты главнее на потанцовке. Ну что, поехали. ПЕСНЯ 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 Сдана для более высшего искусства. Ох, помогите мне это забыть. Не можешь забыть сама? Тогда помогу тебе я. Барбара, можешь идти? Эй ты, голубенькая, зови следующую. Эппл Вайт. Ее финансовое состояние позволяет ей делать фотосессии каждый день, но почему-то она просто увязла в селфи. Свободная от селфи времени, она проводит в конном центре, где заботится о животных. А также она не упустит момент поразговаривать со своими подругами, с такими же принцессами, как она. Предупреждает, что по четвергам она на свидание ходить не может, ведь она пересчитывает свою казну. Привет, я Эппл Вайт. Скажи мне по-честному, милый рыцарь, я не сливаюсь с красным фоном. Нет, все прекрасно, пройдем в студию. Может вы мне позадаете вопрос? Тебе жениха привели? Привели. Вот ему вопросы свои и задавай. Где мы будем жить, если все срастется? Везде, где поместится наша любовь. Это так мило. Я хотела в замке. Знаете, мой бывший был ужасен, как эти двое. Ужасный бывший? Это же ужасно. 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 Прекрасно. А о чем это вы тут разговариваете? Может перейдем к сюрпризу? Моя подруга Лиззи тренирует телекинез. Я просто обожаю разные фокусы. Считайте, что вы сами напросились. Будете ассистенткой. Ух-ху-ху, как интересненько. Тише, мне нужно сосредоточиться. Голос в плечи. Я же говорила, что мои танцы принесли бы меньше жертв. Ой, ой, уйдите отсюда изверги. Ну и мне, наверное, уже пора идти. Уже выход остался только я. Значит, надо что-то предпринимать. А то одной придется программу вести. Рошель Гойл. Наверное, это самый преданный Скайрижу монстр. Очень хрупкая натура, любящая цветы. Ищет такого монстра, который никогда не намекнет на ее каменное происхождение. И будет защищать ее, как собор Парижской Богоматери. Бонжур, я Рошель Гойл. А я Дьюс, просто Дьюс. Пойдем в зал и познакомимся поближе. Эх, Кравандер Гейст вернулась. О, Рэмбл, у тебя такой красивый шарфик. Это не шарфик. Простите, это мне звонят. Если через пять минут у Рошель не появится случайно забытый включенный утюг, то он появится у меня в руках и пойдет к тебе в дизайнерскую мастерскую. Ты поняла, Клодин? Идем же, там у тебя не выключенный утюг. Клодин, я не могу понять, на тебя что, напал, то есть упал утюг? Нет же, на тебя напал-упал утюг. Идем. Ну, вы будете что-то говорить? Я бы с радостью, но у меня парень... Один парень, хорошо, а два еще лучше. Расскажите, каким он был? В каком смысле был? Нейтан, все не так, как могло показаться на первый взгляд. Все интересненько. А может у вас есть еще какие-нибудь секреты, тайны, сюрпризы? Вообще-то есть один. Рошель сказала вам передать вкусняшки. А мне вкусняшку. А ты обойдешься. Подарки у вас вкусные. А что у вас на десерт? То есть, какой у вас сюрприз? Сюрприз вы уже съели. Тогда можете быть свободны. Тем более, ваш рогатый парень выглядит не очень довольным. Я предлагаю вам выбрать Рошель. Она не только вкусно готовит, но еще и с утюгом дружит. А вот я за Эппл. Она была самой адекватной. А что ты думаешь, Гулия? Пожалуйста, не мешай мне. У меня тут последний уровень остался. Да вы, да вы. Я тебя за ручку привела под венец. С этим я тебя поженила. Теперь я думаю, что я могу быть полностью свободной. Но перед этим мне нужна именно ты. Еще чего разбежался. Я в комплекте с невестой не иду. Боже мой, хватит. Так, переписываем всю эту серию. Все, все. А эту пленку куда-нибудь выкиньте. Выкиньте, чтобы я ее больше не видела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!